Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скид, судя по всему, потому что в книжке, ну, летняя дача у Республики Скид была как раз у дачи Львова. Раньше трамвайное кольцо было не там, где сейчас оно находится, вот в Стрельне, около, напротив Константиновского дворца, а было немножко дальше, то есть они строили Аронеллу, электрическую дорогу до Ароненбаума. И, может быть, помните, на стачке есть такое красивое здание, такое промышленная архитектура, оно одинокое стоит, напротив трамвайного парка, такое, вот это вот как раз была трансформаторная подстанция, вот это и Аронелла. И рельсы были проложены до самого Ароненбаума, но электрическую часть не смогли наладить, и сначала ходили вот до дачи Львова трамвайщики, то, что мы сейчас называем трамваем, а планировалось запустить до Ароненбаума, потому что там дачные места, и у многих были дачи у богатых. По дороге, когда, там справа было такое красивое желтое здание деревянное, это путевой дворец Петра Первого, там сейчас музей есть, и, в общем, неплохие экскурсии там. Путевой дворец Петра Первого, то есть когда он ехал в Петергоф, он останавливался здесь ночевать, потому что дорога была дальняя, и лошадями ехали медленно. Слушай, это единственное место, где можно залипывать здесь, и всё. Ну всё, уже нельзя. Всё. Можно. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok